Скорый поезд Увези меня отсюда Здесь оставил я давным-давно покой И осталась мне всего одна минута До того, как я услышу голос твой Голос твой Голос твой Голос твой Голос твой Голос твой Добрый день Я помню, что адвокат из Москвы Да-да-да, но уже не адвокат А что ты? Прекратил статус Занялись бизнесом? Нет, я все так же, как юрист, просто в ВПшке ушел Ответственности много Пользы мало, ответственности много Ясно, вы мне напомните, у адвоката ответственности много? У адвоката, да У нас самое страшное, что теперь, если я поругаюсь с клиентом как ИП, максимум, что меня ждет, это суд Который я, скорее всего, выиграю В конфликте же ИП, ой, адвокат и клиент велик шанс, даже там, где ты абсолютно прав, но накосячил где-то чисто формально, акт не подписал, к примеру, своевременно Велик шанс лишиться статуса А по нынешнему законодательству лишение статуса, это два года без судов То есть в суд даже ходить нельзя Наверное, как зритель можно что-то ходить? Ну, естественно, нельзя быть представителем То есть только в качестве законного представителя, к примеру, своих детей Вы, понятно, вы мне напомните, вы из Балашки или из Москвы? Москва, Щелпусский район Как относитесь? Мы с вами беседовали или нет на эту тему? Ну, неважно, еще раз побеседуем Как относитесь вот к этому нововведению Собянина Об симбиозе пригородного движения с метро, ну, типа, центральный диаметр? Шикарно, шикарно А вы по какому ездили? А у меня нет, я катался по всем МЦДхам и жду, когда проведут ко мне, когда переделывают Молинское направление в МЦД-5 А, ну да, Ярославская, она, Ярославская, самая интенсивная вообще, даже сейчас советский примен, шикарно Слушайте, могу не согласиться, потому что по Курскому вокзалу поездов больше сейчас есть Ну, вряд ли, я, первое место занималась Большим отрывом Ярославская, там даже в одном направлении Дом и Тич два пути То есть одновременно бывало и Тички отправлялись Да, и это есть такое, да Если вы считаете на вашем направлении после МТ, то, конечно, на Курском больше есть А если брать дома Тич, Москва МТ, то все равно с Большим отрывом Москва МТ пока на первом месте Поэтому вот этот участок-то как раз проблематично ввести в центральный диаметр Потому что у центральных диаметров меньше интенсивность, то есть больше интервала, чем у этого Ярославского направления Да, ну, самый главный плюс диаметра в том, что у них нет обеденного перерыва Ну, да, это точно Ну, вот, я считаю, что два плюса и два минуса Плюсы большие, но минусы небольшие тоже есть То есть плюсы это вот то, что мы обговаривали интенсивность движения, уменьшение интервалов То есть он пик, они и раньше электрички так же ходили, как и сейчас Но вот офф-пик, когда вот около полуночи, они сейчас ходят раз в 15 минут А раньше было и раз в 15 минут Да, что реже Ну, в смысле, сейчас ходят раз в 15 минут уже при диаметре Сейчас, ну, если мы говорим... А, про диаметр, да, про диаметр, да А раньше ходили не раз в 15, вот из Подольска, по крайней мере И последний уходил где-то там в 0.45, по-моему, а раньше последний уходил там в 23 с чем-то Из Подольска на Москву И интервалы были там по 50 минут Поздним вечером, я имею в виду, вот это вот большой плюс Да, да, да Второй... Ну, слушайте, даже больше того скажу У меня девушка бывшая живет в районе рабочего поселка Нет, в районе Барвихи, у них рабочий поселок, это по дороге Так у них там вообще одноколейка Это вот я в жизни не встречал человека более пунктуального Потому что у нее опоздание на одну минуту означало опоздание на полтора часа Понятно Вот, второй плюс это, конечно, подсос, то есть подвижной состав Конечно, все круто, вай-фай, все, туалеты супер Ну и вообще, подвижной состав супер Мне нравятся вот эти вот новые Не ласточки, как они называются там Не знаю Ласточки это на центральном кольце А вот эти, ну как-то они называются, да Они еще даже более просторные Да, они очень... Вот, и... Вы третий плюс забыли, еще большой, очень важный Сильная экономия денег Прямо реально огромная в масштабах месяца Ну это для клиента, то есть то, что вы можете... То, что, естественно, когда соединяется, вы можете бесплатно пересаживаться там в течение полутора часов на метро В этом отношении Ну, просто смотрите, вот мне отъехать от моей станции до Ярославского вокзала Сейчас это 165 рублей Потом мне надо будет сесть на метро И это еще 60 рублей А здесь у меня, получается, будет просто один раз 60 рублей заплатил и все Ну да, это третий плюс, я согласен А вот два минуса... А вы минусов не видите, а я вам сейчас два минуса опишу Вы как-то согласитесь с меня Два минуса Первый минус это уменьшение скорости движения А второй минус, связанный с этим, убийство зонно-непараллельного графика Значит, вот по скоростям я и сам проверял в апреле, в мае, когда был в Москве И, в общем-то, знаю эту ситуацию Я работал в Подольске там больше 10 лет Из Москвы ездил, в Москве живу Такая тенденция к уменьшению скорости идет она уже с 70-х годов Вот берем Москва-Курская, Подольск Со всеми остановками электричка ходила в 70-е годы ходила 54 минуты В 80-м уже 57 минут В 90-х 58 А сейчас вообще ходит 61 минута Вот этот поезд центрального диаметра Ну, там добавили три остановки Я там вот, Новохохловская Перед Царицыно одну и перед Подольском одну Три остановки добавили И ходит 61 минуту Вместо 54-х, как она ходила в... В 70-х И, вот, вы понимаете, что такое зону неправильный график? Я могу, если нет, я вам... Вот это вообще даже не знаю, что такое Вот, смотрите, вот, допустим Тульская электричка, Тула В 70-х годах она ходила с остановками Москва-Курская, Текстильщики, Подольск, Гривна Столбовая, Чехов-Серкова Ну, такая хорошая, некоторые еще Дорогие бели остановки, вот такая хорошая Я знаю эту электричку, я в Тулу часто раньше ездил В 80-м, в 60-е открытие метро в Царицыно Добавили остановку в Царицыно То есть стала ходить Москва-Курская, Текстильщики, Царицыно, Подольск и так далее И Шарапова охота добавили Вот, а сейчас Вот, это вообще мне непостижимо, почему так До Подольска всем Тульским сделали со всеми остановками ход Такого даже в страшном сне не могло в 90-х присниться Чтобы Тульская ходила до Подольска со всеми остановками Однако она, типа, ну, какая-то экономия, может быть, я не понимаю, почему, зачем Тульский вводить все остановки Не могу знать, не могу сказать Более того, вот только два есть момента, когда обслуживаются немосковскими электропоездами Участок Москва-Тула обслуживается не только электродепо Перьерва, но и депо Тула Ну и в Рязани аналогично Рязани я не анализировал А тут даже электропоезду депо Тула, Тульской электрички, Москва-Тула ввели со всеми остановками Они смогут и спадать, это же износ подвижного состава Зачем им остановки по ближнему пригороду в Москве? Это тоже глупость по мне Ну, слушайте, знаете, я к таким вопросам всегда отношусь, как бы правильно сказать, с большим скепсисом С точки зрения своих, своего понимания Потому что я один раз пообщался с профессиональными логистами Которые вот прям рассчитывают в рамках одного километра Где надо какой сделать поворот Где какие секунды должны быть на светофоре И они просто берут и показывают у себя на компьютере симуляцию вот этих действий В том числе с точки зрения, сколько здесь будет выхлопных газов Сколько здесь будет переходов пешеходов Они считают даже занятость магазинов, которые находятся по краям вот этой дороги И они просто показывают, что вот вроде бы плохое решение по итогу идет на пользу Ну да, это... Как, знаете, вот как платные парковки Я вот не понимал, нахрена нужны платные парковки до тех пор, пока не пожил с ними один год И потом понял, что вау, это круто А вот я же всегда боялся приезжать в Питер на машине Потому что в Питере парковка... Сказать, вы сейчас не на стриме? Нет Я сейчас скажу просто слово нехорошее Мудакум в Питере считается тот, кто паркуется третьим рядом Первые два ряда в неположенном месте, это прям норма И это вот... А потом появились платные парковки И моментально город разгрузился И я начал ездить по Питеру на машине Просто потому, что я знаю, что я каршеринг брошу в любом месте А раньше это была реально проблема Ну да, да, я в курсе Так вот я продолжу свою мысль по поводу... Вас здесь не пишут? Плевать, он в курсе Кто? Тот, кто пишет Семичастный? Ну, кроме того, что я работал в Подольске Я сейчас, когда приезжаю к сыну в Подольске, я часто езжу И вот, ну не сейчас, а вообще вот последние, там, скажем так, 15 лет И раньше вот такие были электрички, которые назывались бешеным Вот эти тульские, серповские, которые от Царицына до Подольска Шли без остановок 18 минут И я старался под них подстроиться, там, чтобы попасть Если там раз, я на Царицынский рынок зайду, то все, подожду И 18 минут я уже в Подольске Сейчас я такой возможности не имею, за 18 минут доехать до Подольска Сейчас вот этот центральный диаметр дает минимум 27 минут От Царицына до Подольска Вот такие Слушайте, наверное, в рамках человека, которому это разовая акция То есть не на каждый день, это имеет смысл Просто вот я, как вот житель Ярославского направления Я наоборот стараюсь экспрессы не брать У нас экономия по времени, там, наверное, минут 20 Но зато я плачу ежедневно, получается, в одну сторону на 100 рублей дороже То есть с две стороны 200 рублей Я понимаю, вы не про то Современные экспрессы, так я имею возможность на современных экспрессах доехать за 18 минут Я имею в виду по стандартной цене Те экспрессы, как я говорил раньше А вот Тульская, там, Царицына, Тексили, Царицына, Подольска Это та же цена, стандартная цена Это экспрессы, он просто как зонно-непараллельный график шел То, что сейчас называется экспрессы, это отдельная цена и по-другому Это по-другому А вот я-то имел в виду не экспрессы, а те, что ходили по стандартной цене за 18 минут Я понял, мы это называем, у нас в районе, это стало называться полуэкспресс Вот по ярославскому направлению не останавливается, после мытищ, останавливается только на Ростокино и уже в Москве Ну Ростокино это, по-моему, бывший северянин, да? Да А почему переименовался? Ну это, честно, вообще без понятия Даже и не интересовался Я как-то привыше северянин Лосинка, северянин То же самое, что раньше был в метро Подбелка Сейчас много бульвара Косовского Ну переименовали и переименовали То есть, единственное для меня это неудобство В том плане, что вот жена у меня переехала в Москву, сколько, 4 года назад И тогда уже был бульвар Рокоссовского А у меня все равно на подкорке, что я поеду на Подбелку Я говорю на Подбелку, она не понимает, куда я еду Ну ясно Подбелский это какой-то террорист был вроде, религионер, да Поэтому переименовали Возможно То есть, опять же, не интересовал А в том же время, Войковскую не переименовали Это уже явный террорист, который убил прогрессивного царя Ну или участвовал в убийстве Ну, я, скажем так, вот к таким переименованиям отношусь достаточно скептично Я в этом особого смысла не вижу За исключением, когда увековечивают героя, которые вот прямо сейчас И убирают улицу, которая, ну, не обладает каким-то, ну, чем-то очень важным То есть, грубо говоря, вот я раньше жил на Преображенке Преображенка, ладно, вот именно Преображенская площадь переименовывать нельзя Но у нас есть Большая Черкизовская, Малая Черкизовская Переименуйте там условно Малую Черкизовскую Там, ну, не знаю, будет у нас какой-нибудь герой Вот имени этого героя Мы от этого ничего не потеряем А вот когда какие-то именные улицы переименовывают Меня это немножко напрягает Нет, я вообще не согласен, что это именем героя давать Герою поставь стелу на его доме Что вот такой-то герой жил там То есть, вот этого достаточно К сожалению, я вот как вот москвич, я на это не обращаю внимания Я знаю, где у меня в районе есть какие-то вот памятные таблички Но я на них реально не смотрю А вот именно введение этого имени в обиход То есть, ты знаешь именно улицу, которая важная Ты знаешь станцию метро У тебя это просто где-то на подкорке сидит И это все-таки увековечивание Так, серьезное увековечивание А, кстати говоря, по этому, я не помню Мы беседовали по... Вообще непонятно, кстати, по центральным диаметрам Это какая-то тавтология Вернее, некорректный термин Диаметр он не может быть не центральным Диаметр это... Ну, естественно, да Отрезок, вернее, отрезок проходящий через центр, однозначно Я могу очень легко объяснить, почему это так Почему? Потому что имя Хорда, название Хорда уже занято автомобильными дорогами Это безусловно Это безусловно Это не Хорда Это просто диаметр назвать Московский ЖД диаметр Или там Московский диаметр метро Вот так биологично было Ну, возможно, да Но опять же, это же не диаметр торт Если уж на то пошло Ну, конечно, это как бы такая дугачи Проходящая через центр Или около него Меня вообще удивляет, как ленинградское направление Включили, по-моему, в третий диаметр и четвертый Поскольку, конечно, не московская дорога Я вообще думал, что все будут задействованы Кроме ленинградского направления Поскольку это октябрьская дорога Она... Центр у нее в Питере Никакого отношения Но его же прицепили еще в связи с этим какого Шариком, Шереметьево Ну да, нет Но я понимаю, зачем Потому что там Шереметьев будет В принципе, метро в последствии, да? Или в центральный диаметр Ну, в принципе, если... Ну, там Аэроэкспресс, который идет по... Аэроэкспресс идет по тем же самым путям, что и МЦД Ну да, ну, везде так идет, естественно Я просто говорю, что если Московскую дорогу, как Собянин Может иметь какое-то влияние Или нагнуть, или Заинтересовать вот в этих диаметрах То Октябрьская дорога, как он заинтересовал Центр, который в Питере Она должна была всеми отказываться Ну, а я вам очень легко отвечу на этот вопрос Это было запланировано Точнее, идея этого была написана еще в 94-м году Книжка называется Виват Император А хотя вот и мы с вами говорили, по-моему, в прошлых разах Идея вот открытия Московского Центрального Кольца Который вот на месте МЦК? Да, бывший Московской окружной железной дороги Малой Когда появилась? Не могу сказать, вообще не знаю Или по-другому Когда, по-вашему, Мосгордума впервые приняло решение Об организации Не знаю, поэтому не смогу сказать У меня тут нет мнения, просто я не знаю Ну, предположить можете? Ну, если об этом вообще Как идея То есть для того, чтобы это перевести Ну, наверное, тоже в 90-е годы впервые была идея Если это Мосгордума, если это Россия Если это было в России, то где-то в районе 90-х, я думаю Это было в России, но это было в 1911 году А, ну, опять же, в этом нет ничего удивительного То есть, еще царь-батюшка Александр Третий У нас же огромное вложение, по сути дела, в развитие железных дорог Ну, да, да Ну, а сама Московская Малая Окружная Построена в шестом году уже при Николае А в 2011 году, вот через пять лет А, я, значит, неправильно понял ваш вопрос Я думал, превратить эту окружную В постоянную пассажирскую дорогу Да, вот именно так я и говорю Но эта идея впервые... Да, так и было, да Эта идея впервые высказана Была официально Мосгордумой в 1911 году Ну, вполне себе в это поверю Ну, вот, опять же, здесь Такие проекты, они чем интересны Они закладываются как их идея Очень давно, и просто вопрос решается В двух проблемах Это в финансировании и технологиях Понятно Ну, хорошо, ладно То есть, помните, опять же, есть у нас Одноколейная дорога, которая в районе ВДНХ Она же объективна, но вот там нахрен не нужна То есть, это исключительно экскурсионный момент Это показали технологию Ну, подвесная, как называется Да, да, да Подвесная, не канатная Нет, подвесная, одноколейная Нет, ну она же наверху идет Подвесная, которая сверху Нет, есть подвесная, когда у вас Как его зовут-то, полотно находится над вагоном А здесь одноколейка, это просто длинный мост Ну, понятно А, монорельс, монорельс, я вспомню Просто показали технологию, что мы это умеем Ясно Ну, хорошо Ну, видимо, оказалось, что эта технология дорогая Удачи вам Ладно, соступающим вас Всех благ Да дураковаляй Разговаривают, разговаривают Почему же тогда Что-то Утилитарном государстве Правильно, утилитарная государство Правильно? Великобритания, утилитарная государство Германия, утилитарная государство У них есть один Санкт-Петербург. 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 В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Ильевская область где была в Австро-Венгрии опа так это не было еще ну еще Без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабяном завтра и совместный стрим это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле они могут перевернуться и нас подставить Аркашовский был мы сделали украинский угол и ночной пытаясь я 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 Субтитры создавал DimaTorzok